Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, православные христиане, с праздником входа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Иерусалим! Святитель Иоанн Златоуст говорил, среди нашего народа очень много есть людей, которые знают названия праздников и посещают их, но очень немногие знают их содержание. И вот сегодня радостно, что сегодня столько людей пришло в Храм Божий осветить вербы. Но напомню, что сегодня не праздник верб, сегодня праздник входа Господня во Иерусалим, который за шесть дней до Пасхи Иудейской, входя в Иерусалим, видел людей, которые встречали Его с ветвами пальмы и постилали эти ветвы и одежды свои под ноги грядущего Спасителя. Зададим себе вопрос, а почему столько людей вышло встречать Иисуса? Кто Он был такой? Странник, бедно одетый, скромный, замечательный, добрый, светлый человек, который принял на себя человеческую природу. Но это был воплотившийся Бог, который мог одним словом исцелять больных, даровать зрение слепым, ходить по воде и воскрешать мертвых. И вот тот, который буквально накануне, в субботу, воскресил смердящего уже четыре дня, лежащего во гробе Лазаря, поднял Его одним словом Своим, и Он ожил и вышел живым. И вы представляете, как быстро разнеслась весть об этом чуде, которое совершил Христос? Христос словом Своим воскресил четверодневного, смердящегося, умершего человека. И столько людей прибежали посмотреть на Него. Кто это? Откуда Он? Это что за чудо, которого никто никогда не видел раньше? И вот Христос, входя в Иерусалим, видя столько народа, плачет. Он плачет со словами. «Иерусалим, Иерусалим! Сколько Я хотел раз собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все остается, дом ваш пуст». Христос знал, что те, которые так с радостью и ликованием встречают Его, через четыре дня будут кричать Ему, «Распни! Распни Его!» И предадут на распятие. Вот Он голос народа. Вот Он голос большинства. Когда все хорошо, как хорошо нам с Тобой быть, и Господи. А когда страдания, когда самого Христа пригвоздили ко Кресту, все разбежались. Больше того, люди стали слушать этих подстрекателей, которые за спинами их говорят, кричите, кричите громче, кричите, чтобы пусть его распнут. И даже когда Понтичский Пилат вышел и сказал, что на Пасху вашу я отпускаю одного из узников, есть у меня один убийца Варрава, сидит за преступлением, и невинный Христос. Кого вам отпустить? Есть такое обычае у императора, одного из заключенных помиловать. И опять этот голос наушников, голос предателей, голос тех, который и сегодня звучит, распни его. Просите, пусть отдадут нам Варраву. Пусть его выпустят на свободу. И закричала толпа, Варраву отпусти нам! Варраву! То есть они стали просить освободить убийцу, преступника, потому что научены были этими врунами, ненавистниками истины и Христа, Бога нашего. И люди закричали, Варраву! И император, Понтийский Пилат, умывает руки. Вот откуда у нас есть такое в народе выражение, я тут ни при чем, я умываю руки. И вот он думал, что он ни при чем. Он умыл руки, отдал на смерть кровь невинную. И он осуждает Иисуса Христа на смерть. И отдает на распятие Иисуса, а преступника Варраву отпускает на свободу. Вот он голос народа. Поэтому никогда не слушайте, когда кричит толпа. У нас толпа сегодня говорит, долой все! У нас сегодня можно миллионы вывести на улицы и закричать, долой наш строй, долой Россию, давай Европу, давай Америку, давай эти толерантные ценности, содомские, которые уже мы с вами видим, во что превращаются. Дети в Европе уже с трехлетнего возраста пол меняют. Это что за трансгуманизм? Уже человек, не человек, а искусственный антиллект. Всю жизнь ему уже просчитают на несколько лет вперед. Тебе и Киар-код на лоб. Тебя вообще заменят, твое сознание скорой, чип тебе дадут, чтобы ты только забыл о том, что ты есть образ и творение Бога. Вот, дорогие мои, к чему заставляет задуматься нас сегодняшний праздник. И теперь мне очень бы хотелось, чтобы каждый из вас, кто пришел с веточкой, напомнить, что это не оберег, что это не праздник веток, а праздник грядущего настрадания и крест нашего с вами, Господа Иисуса Христа, крестик которого мы носим с вами на груди. А если кто не носит крест, обязательно носите сегодняшнего дня крест. В храм Божий приходите обязательно. Каждое воскресенье. Вот все, кто стоит сейчас на улице, перед храмом, за храмом, там у храма, у улицы там стоят, у входа стоят. Вот я хочу вам благословить всем каждое воскресенье ходить в храм сегодняшнего дня. А не верба тебя спасет. Твой живой разговор с Богом. Кто не исповедался, исповедайтесь. Кто не причащался, причаститесь. Кто не венчан, повенчайтесь. У кого дети не крещеные, родственники еще не крестились, креститесь, вы посмотрите, в какое опасное время мы живем. Кто дал нам гарантию, что у нас завтрашний день будет нам подарен. Тот, кто подарил нам сегодняшний день, не обещал даже завтрашнего, дорогие мои. Спасайтесь, задумайтесь о душе своей. Помните о смерти, она не за горами, говорили святые подвижники, она за плечами каждого из нас. Вы посмотрите, как внезапно погибают уже в Ярославской, уже в Ростовской, уже, я уже не говорю, на Донбассе. Вы посмотрите, что творится в прибрежных, то есть в приграничных городах. А на что собирается вся эта рать сатанинская, сколько завезли уже дальнобойных по 200, по 300 километров летающих ракет. Мы на пороге серьезных испытаний. Если вы не услышите этот голос, вы потом не скажете на страшном суде, мы не слышали и мы не знали. Об этом говорили пророки Ветхого Завета. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что Бог, сотворивший небо и землю, заботится о тебе?» Дорогие мои, не будем забывать о Боге. Пользуясь возможностью такой, может быть, редкой, что столько людей приходят на праздники, у нас, как правило, Пасха, Вербное Воскресенье, Рождество Христово, столько людей. И поэтому я уже не тем говорю, которым уже сто раз об этом говорил, «Я обращаюсь к тем, кто приходит только по праздникам». Вот к тем, кто приходит за Вербой. Да, еще за Святой Водой. Да, еще, конечно, за Куличами. Но обязательно. Или в Чистый Четверг. Что нужно делать в Чистый Четверг? В Чистый Четверг нужно душу очистить. Это Всероссийский день очищения души. Запомните, кто не исповедался, покайтесь в Четверг. Он и будет для вас чистым. А не просто окна надо помыть, посуду помыть, квартиру привести в порядок перед Пасхой. Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие, говорит нам Священное Писание. Я попрошу, особенно стоящие мужчины и женщины, следите за своими детьми и за своим языком. Сколько детей мы ходим в школы, говорим с учителями, с руководителями образовательных учреждений. Дети матом ругаются. Я уже не говорю о взрослых. Сказать словцо, такое, знаете, как бы уже и не грех. Грех тяжкий тем из вас, кто матом ругался хоть раз. Запомните. Если ты не знаешь, в чем исповедаться, вот тебе предмет покаяния. Что такое матерная брань? Что такое брань? Брань – это война. Это сражение. А что такое матерная брань? Это сражение с матерью. Сражение с Богородицей. И если ты матом бранишься, то ты ругаешься на святых. И хочешь жить? И хочешь жить хорошо? Кто ругается матом, запомните, притягивает к себе смерть. Передайте тем, кто на передовой. У нас много ушло туда. И ребята, которые уходят, мы говорим, матом не ругайся. Курить бросай, не блуди никогда там. Потому что малая церковь у тебя, семья дома осталась. Запомните и другим передайте. Матом не ругаться никогда. Умрешь. Тебя пуля найдет. Тебя здесь машина передавит. Не сомневайся. Кто матом оскверняет? Мать, давшую тебе жизнь. Мать сыра земля. Родину матерью называют. Помните? Родина мать зовет. И мать заступница усердная всего рода христианского. А ты ее в гениталии куда-то вставляешь? Да какое же ты имеешь право дышать этим Божьим воздухом? Запомните, вот это слово священника с высоты амвона у храма Рождества Господа нашего Иисуса Христа, когда Матерь Божья родила нам Спасителя мира. Да никогда, запомните, никакое слово скверное, бранное на мать, не зайдет из уст ваших. Заповедуйте всем детям. Не хотите хоронить своих детей? Учите их не материться, а учите их молиться. Вот молитва – это то, для чего создан человек. Для разговора с Богом. Бог дал нам слово, чтобы мы этим словом обращались к Богу, помогали друг другу, утешали друг друга. А не губили, ругали, завидовали, оскорбляли друг друга. Запомнили, православные? Вот теперь вы не напрасно пришли. Пришли. Спасибо, Христос, дорогие. Мы от любви это говорим вам, чтобы вы понимали, что вот там, те, которые служат дьяволу и захватывают на Украине храмы сейчас, посмотрите, что делается. Берегите это святое время, когда можно вот так с народом собраться в храме. Вы знаете, что там уже так не соберешься? Вы знаете, что в Казахстане уже за покупку ветви, вербы, штраф там в несколько тенге? Слышали об этом? А вот напрасно. А я вам сообщаю об этом. Есть уже информация такая, и я видел эти новости с Казахстана. Принят даже на законодательном уровне. Нельзя продавать, носить, пучки реликтового кустарного дерева, которое называется верба, и приняли в канун вербного воскресения. Это нормально? А мы в России живем. Вот вербу держишь и не задумываешься. Ты с женой стоишь и не задумываешься, что ты счастливый человек. Потому что Европа уже с ума посходила. В своих гендерах не могут разобраться. 64 видов полов. Это куда мы дальше едем? Куда мы дальше едем, православные? А мы говорим, да мы в храм не ходим. Так, на Пасху вербу посвятить. Ну и куда в эту вербу? Куда? Поставьте в святой уголочек. Но в Божий храм приходите. Я поэтому, дорогие, почему, вы знаете, все не скажешь, вы же редко приходите. Поэтому хотелось бы вам вот достучаться, понять самое главное, что Христос грядет распяться за нас. А мы, что Он для нас сделал? А мы за Него даже, знаете, не заступимся и на раз. Скажут там, ты верующий, в храм ходишь? Да так, в душе. Чего бы не к попам ходить? Чего бы не к попам ходить, руки целовать? Да вы не к нам ходите. Вы к Богу ходите. И Богу поклоняйся. Ему одному служи. Что вы без батюшек будете делать, когда поубивают всех? Что вы уже делаете там на Украине без священников? А что уже нельзя? Закрыли, выгнали батюшек. Зашли в эти храмы, где священники молились. И пляшут теперь, с собаками заходят. Хлопают и пляшут, и танцуют теперь, хохлы. Это что там происходит? Кто пришел туда? А выгнали православных. А у нас еще, слава тебе, Господи, есть кому молиться. Поэтому, дорогие, я хочу всех вас обнять с любовью. Не обижайтесь. Это, знаете, так, от сердца. От сердца к сердцу. Потому что вас так редко приходит, и вот так сказать вам не достучишься. Когда ничего не было здесь, даже этих домов не было, и храма не было. Я вспоминаю, мне владыка Исидор благословил прийти сюда на пустое место. На пустырь ничего, ни вот детского дома, ни вот этого зеленения, ни школы, ни храма не было. Я вспоминаю, владыка, да, Лукас? Я приехал сюда на крест. Бутылки валялись, шприцы. Ну, что тут еще было? Окурки и все. И пустырь такой, полуостров. Взял этот указ, прочитал у креста. А там написано. Назначается моим указом такой-то, такой-то настоятелем храма Рождества Христова. Это было ровно 30 лет назад. Я тогда поднял глаза к небу и говорю, Господи, сподобишь ли ты меня дожить до того дня, когда я смогу увидеть храм, настоятелем которого я назначил. И Бог сподобил. И увидеть, и помолиться, и вас еще повстречать. Для чего? Чтобы это святое место стало святым для вас. Мы уйдем, мы умрем. Нас не будет. Другие придут. Но этот храм построен для каждого из вас, для ваших детей, внуков, для ваших правнуков, чтобы вы приходили сюда, очищали свою душу, чтобы вы причащали святых христовых тайн. И каждое воскресенье были в храме. Если бы вы пошли все в храм или, скажем, даже в библиотеку, я бы пошел к вам. Но так как вы вот даже здесь с телефонами стоите, вот мы ехали, сейчас шли, шли крестным ходом, люди снимают все на телефон. В машине сидит, папиросу держит, телефон держит и снимает, и руль держит. Окропили ее святой водой, я не знаю, попал ей по папиросу, лет не знаю. Но она так уклонилась, ну хоть открыла окно, улыбнулась. Может придет, покается. Вот ей еще до храма далеко, понимаете, она мимо проедет, посмотрит на купола и поехала с папироской. О, какие у нас еще есть христиане, а ведь на груди, наверное, крестик. А сколько таких? На груди крестик, а в душе нолик. Хватит с нолями быть. Надо с крестом и за крестом, и за ним. Дорогие мои, еще раз поздравляю всех вас с праздником. Всем вам желаю мира. Мужчины, любите своих жен, заботьтесь о них. Жены, любите своих мужей, заботьтесь о них и воспитывайте в любви своих детей. Всех вас еще раз поздравляю, желаю вам здоровья, мира всем желаю. И пусть сегодняшний праздник будет не просто окроплением вербы, а освящением каждого из вас. Вот если хоть капля святой воды или слово упадет на твое сердце, пусть оно прорастет и принесет свой плод одно в тридцать, иное в шестьдесят, оно и во сто крат больше посеянное. Храни вас всех Христос, братья и сестры.